У виновчан Ольги и Дмитрия Филатова трое детей. Самый младший из них Вики три годика. Улыбчивая загная малышка – всеобщая любимица. Она хорошая и очень милая. Я очень люблю поиграть, когда приходит с улицы. На улице она всегда устала, как будто устала, и приходит домой уже все, как будто наполнил силами, и прыгает, скачет. И она очень прикольная. Но все три года девочка находится под пристальным наблюдением врачей. Дело в том, что у Вики гигантский меланоформный невус, о котором родители узнали сразу после родов. Когда Викушка уже родилась, они как-то все затихли, положили ее на столик, даже не обтирали ничего. Я смотрю, она какая-то странная, спинкой ко мне положили, я еще в родовом кресле была, и ничего не делают. А у нее спина коричневая. Опасность меланоформного невуса в том, что любая травма, а также солнечные лучи и гормональная перестройка организма могут спровоцировать перерождение доброкачественного образования в меланому – рак кожи. Кроме того, за гигантским невусом необходимо регулярно ухаживать, чтобы кожа не сохла и не шелушилась. Тяжело, конечно, на это смотреть, и последствия известно, что могут быть разные повреждения ткани, и может до летального исхода это все протечь. Ну, как-то переживаешь за это, чтобы этого не было. На консультации в отделении микрохирургии РДКБ Ольге сказали, до трех лет гигантский невус в России не оперирует, а вот небольшие пятна в год удалить могут. Но в процессе подготовки к госпитализации на МРТ головного мозга обнаружили еще одну патологию. Нейрокожный меланоз, нам диагноз поставили такой. Сказали, что это очень редкая патология. На практике доктора, который делал МРТ, говорит, у нас только второй такой случай, чтобы ребенок такой был. И пошли мы после этого на консультацию к выделению, нам отменили госпитализацию. Врачи сказали приходить через год, и тогда Ольга начала по крупицам собирать информацию сама. Она проконсультировалась с доктором Александром Маргулисом из израильской клиники, который специализируется на лечении невусов. Тот изучил анализы Вики и заверил, что противопоказаний нет, и приступать к лечению нужно как можно раньше. Уже в августе 2019 года Вике была проведена первая операция. Невус начинался от этого уровня, тоже ниже полностью, попу закрывает, и доходит до сюда, тоже сплошное коричневое пятно. Здесь у нас вот этот кусок тоже был такой же темный, как здесь, но мы прошли первый этап лечения, и вот здесь у нас уже обычная кожа. Удалить невус израильские медики предполагают в шесть этапов. После первого Вика уже вполне восстановилась, и пришло время продолжать лечение. Более 110 тысяч долларов, деви с лишним миллионов рублей, стоимость ближайших трех этапов. Но таких денег у многодетной семьи нет. С помощью благотворительного фонда «Алеша» и неравнодушных людей уже собрано более 8 миллионов. Осталось совсем немного. Помочь Вике можете и вы. Для этого отправьте смс на номер 9112, указав сумму пожертвования. Или помогите любым удобным способом на сайте благотворительного фонда «Алеша» – alesafond.ru. Екатерина Борисова, Кирилл Ванов, Елена Кошлева. Видное ТВ.